Всем привет! Вот в каждой стране, в которой мы отдыхаем, мы стараемся посещать аквапарки. И вот, когда мы приехали сюда, значит, в Фитхие, мы сразу проверили, а есть ли тут аквапарки. На самом деле, ситуация достаточно странная. То есть, в Фитхие всего лишь два аквапарка. Один вообще очень-очень маленький, при отеле, буквально там, не знаю, две-три горки. И второй, ну, тоже не особо большой, как бы, но, по крайней мере, больше, чем тот. Вот. Поэтому мы сегодня приехали в аквапарк. Сегодня мы будем рассказывать и показывать, какие здесь есть вообще интересные горки, вообще, что здесь есть интересного. И вот так вот это выглядит. Вот такой вот аквапарк. Так он выглядит снаружи. Стоимость билета, получается, 20 фунтов дети. Вот здесь почему-то в фунтах. Странно, не в евро, не в долларах, в фунтах. И 25 фунтов, получается, взрослый. Ну что, погнали смотреть. Первое впечатление. Очень маленький аквапарк. И нету вообще свободных лежаков. Народу много. Ну, еще бы, на такую большую площадь и один маленький вот этот аквапарк. Поэтому тут места нету. Сейчас задача найти, в принципе, свободные лежаки. Ну вот, мы уже заканчиваем входить круг. И так мы и не можем найти лежаков. Первая ошибка. Приезжать нужно, видимо, ровно к 10. А мы приехали, получается, к 11.30. То есть, всего лишь полтора часа работы аквапарка. Но свободных лежаков нет вообще. Причем сегодня вторник. Сегодня не выходной день. Это было нашей ошибкой. То, что мы не торопились к открытию. И я теперь даже не знаю, найдем ли мы вообще лежаки здесь. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть по еде. Ну, предупреждали, что вот еда здесь очень дорогая. Получается, классический бургер у нас 350 лир. Чизбургер 395. Дабл чизбургер 510. Какой-то Диана бургер 420 получается. Ну, такие цены. Напитки все по 100 получается. И что у нас еще есть? Ну, и всякая картошка фри. Картошка фри у нас получается. Картошка фри у нас 165. Ну, вот примерно на такие цены рассчитывайте. Учитывая, что сюда ничего не пронести. То есть, просто смотрят все сумки. Прям реально досматривают, щупают. И даже бутылку воды не пронесете. Поэтому рассчитывайте сразу вот на такие цены, чтобы здесь пить, кушать и так далее. В общем, не удалось нам пока решить вопрос с лежаками. Кстати, смотрите, как я придумал микрофончик повесить. Думаю, будет так получше слышно. Ждем, пока что-то освободится. Не уверен, что освободится рано. Давайте я пока сделаю небольшой обзор. Вот здесь у нас получается так называемая зона купания. И вот тут, наверное, делаются волны. О, всякие различные животные. Здесь же основная зона, получается, для загара. Просто оцените, сколько много народу. И какая это небольшая зона для купания. Но я, конечно, не буду негативить пока в видео. Но на самом деле это пока самый маленький аквапарк, в котором мы были. Сейчас я попробую, что у нас с водой. Вода, кстати, обычной температуры. Такая, как везде в море. Здесь же сразу за зоной загара можете купить себе различные напитки. Мороженое, видимо, пиво и так далее. Вот по ощущениям, кстати, народу не так много. Но совершенно не продумана территория. И почему бы эту территорию просто не сделать больше, чтобы хватило всем места для того, чтобы все спокойно лежали. Но территорию почему-то решили уменьшить до невозможности. Хотя, по идее, что справа, что слева, тут просто свободное место. Строй не хочу. Но как есть, так есть. Учитывая, что мы ошиблись со временем, ко скольки нужно приехать, мы пока довольствуемся вот на этом месте. Заняли столик. Ну, по крайней мере, в теньке. И, по крайней мере, можно оставлять вещи, пока ходим. Дети вот купаются, а я делаю для вас обзор. Вот так пока сидим и ждем лежаки. Иду вам показывать самую главную горку. С той стороны заход. И вот там вот скатываешься. Чтобы на этой горке прокатиться, нужно взять вот такой бублик. Катаются либо на одиночном, либо, получается, на двойном. Очередь, кстати, достаточно большая. Сейчас попробую пройти без очереди. Не знаю, пустят меня или нет. Не знаю, пропустят меня или нет. Скажи мне. Смотри. О, орегиря. И поехали. И, получается, катишься вот по этой горке. Вот так, вот так, вот так. И ты вылетаешь вот на эту штуку. Тебя разворачивает. И потом ты уже спускаешься вниз. Сейчас посмотрим, кто-нибудь вылетит. И будет понятно, как это вообще все происходит. Вот так это все происходит. И пошел. Вот туда ты приезжаешь. Другое ответвление этой горки. Немного другое. Говорит, снять очки. Да, интересно, куда очки надо будет положить. И поехали. Давай. Вот еще одна интересная зона для купания. Ее почти не видно. Она находится в каком-то таком отдалении. И я случайно ее сверху увидел. И пойду сейчас тут искупаюсь. Симпатично так все выглядит. В общем, весь цикл на одну горку примерно, наверное, 10-15 минут. То есть стоишь в очереди с бубликом. Стоишь минут 10, а то и 12. И ровно одну минуту, даже где-то меньше скатываешься. Но я должен вам показать все горки. Сейчас пойду вот на эту горку. Смысл примерно тот же самый. То есть с бубликом стоишь вот на этом входе, поднимаешься и вот оттуда скатываешься. Вот тут уже предгорье интереснее. Замутили они, видимо, в каком-то греческом стиле. Спускаешься вот примерно вот на такую глубину вот по такому туннелю. Не знаю, для чего это сделали. Угу, эхо, слышите? В общем, начинается это все дело. Вот так вот. И очередь получается почти до конца. Опять мне сейчас кучу раз говорить, sorry, sorry. Just make video. Ну, как-то вот так. Короче, я пробрался. Вот так это выглядит. Ну, ничего особенного. И поехала. Кто-то катается один, как обычно, кто-то катается двумя. В общем, получается, вот скатываешься, начинаешь с голубой. Голубая переходит в зеленую. Катишься, катишься. Но не очень большая здесь скорость. И в итоге вот прилетаешь вот сюда. Сейчас вот как раз прилетит очередной товарищ на бублике. Вот так это примерно выглядит. Практически в любом аквапарке есть так называемая ленивая река. Это для малышей и для тех, кто не любит кататься совсем на горках. Ты просто передвигаешься вот на таком бублике. Хочешь, пешком передвигаешься. Хочешь, сидишь тебя. Рекой, вернее, течением потихонечку тащит. И вот такая вот безопасная штука. На ней можно прям несколько кругов проходить. Как правило, сюда не очень много народу. И вот так это выглядит все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А мы идем на кульминацию дня. На горку-ракету, когда под тобой уходит пол, и ты проваливаешься. Я, конечно, катался уже на такой, но каждый раз, конечно, страшновато, пока стоишь. Потом буквально секунда, секунда свободного падения, и уже не страшно. О, привет, ребят. Ну и как вам в целом, нравится? Да. Или вы не поняли пока? Да, нравится. Друзья, друзья, а если вам нравится отдыхать в Таиланде, хотя кому может не нравится отдыхать в Таиланде, то могу вам предложить отличный вариант. Предложить нашу квартиру. Квартира 2 спальни. Находится она на пляже Карен на острове Пукет. Квартира полностью оборудована для комфортного, просто замечательного времяпровождения. В квартире 2 спальни. Квартира большая, 150 метров. Квартира с большой террасой. Одна терраса на 180 градусов, терраса 45 метров. На террасе стоит ванна джакузи. Вы можете никуда не выходя, лежать в джакузи, наслаждаться прекрасным видом на море. Кстати, с террасы открывается красивый вид на море. Квартира находится в охраняемом комплексе. Въезд и вход в комплекс по карточкам, что, кстати, является хорошим плюсом для Таиланда. Не будут ходить левые люди. В самом комплексе находится большой бассейн вокруг всего здания. Вы можете делать большие заплывы, если вы любите плавать. Рядом с комплексом находится много разных кафешек, тайских, европейских. Находятся фруктовые, так называемые, маленькие рыночки. Вы можете прямо выйти из дома, буквально 300 метров, купить себе каких-то фруктов и возвращаться домой, к бассейну, кушать, наслаждаться прекрасным тайским климатом. Квартира находится на возвышенности. То есть получается, что до вас не доносится шум прибрежной всей суматохи в Таиланде, которая может проходить буквально, не знаю, 24 на 7. То есть вы находитесь в тишине, вам комфортно и наслаждаетесь прекрасным видом. Даже если сейчас вам это вдруг не нужно, обязательно сохраните контакт. Когда соберетесь ехать в Таиланд, обязательно вспомните и посмотрите наш вариант. Подробности оставлю в описании к этому видео. Уже страшно. Уже страшно. И самое главное... Самое главное, никого нет, чтобы немножко побояться. А, ну вот сейчас парень пойдет. Вот так вот становишься. И пошел. И куда он пошел? И вон туда. И вон туда. Я должен быть страшным. Прошел, ноги. Прошел, ноги. Нет! Скюсти. но скатился я на этой ракете но даже не успеваешь испугаться единственное конечно блин отбиваешь и спину и полу жопицы не знаю обо что отбиваешь то ли когда приземляешься в самом начале то ли тогда когда уже по трубе скатываешься но ну ничего я думаю что надо обязательно всем попробовать вот это первое ощущение полета мгновение а 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 ну вот и закончился наш поход в аквапарк двоякие чувства на самом деле а сначала вот первую половину дня когда у нас не было лежаков мне прям хотелось сделать заголовок это самый худший аквапарк который я когда-либо видел а сейчас я думаю что наверное я бы этого уже не сказал да это не самый лучший это не самый большой я бы даже сказал это наверное один из самых маленьких аквапарков которые в которых вот мы были но в целом достаточно все неплохо при всех тех минусах вернее даже не минусах а ограничениях в принципе здесь можно найти что-то такое интересное чтобы вы могли потом сказать да не зря мы посетили а не пересчитал я сколько горок на самом деле горок кажется что их всего три но вот в каждой этой возвышенности то что относится горкам получается отходит две как минимум четыре горки разных вот поэтому горок наверное все таки достаточное количество дети вообще на месте практически не сидели вот я думаю что часа четыре пять в этот аквапарк можно спокойно посетить вот и конечно же сделать много разных снимков можно сделать красивые видео поэтому наверное бы я рекомендовал все таки посетить этот аквапарк тем более если вы находитесь в фитхии больше недели то я думаю что вы уже как раз таки к неделе посетите все достопримечательности которые тут есть и вам волей-неволей нужно будет проходить какие-то еще различные активности поэтому аквапарк будет как раз в тему обязательно посетите спасибо что досмотрели видео до конца и не забывайте проставлять лайки подписывайтесь будем и дальше радовать вас интересными полезными видео из наших путешествий пока 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 пока